Вчера ушел из жизни блистательный хирург, ученый, исследователь Анатолий Михайлович Гранов. Большая утрата для отечественной науки и медицины. Без малого четверть века он возглавлял Российский научный центр радиологии и хирургических технологий. Благодаря ему сегодня это один из современнейших медицинских центров, флагман ядерной медицины России. Он занимался исследованием очень сложных диагнозов, в первую очередь в онкологии, одной из самых труднопобедимых болезней в мире. Именно работа и опыт академика Гранова много лет назад сделали Петербург центром отечественной трансплантологии. Он писал монографии, преподавал, оперировал. И когда теперь друзья вспоминают, как замечательно он играл на рояле, можно только предположить, как редки были такие минуты в его заполненных делами днях. Действительно, член Российской академии наук, почетный гражданин Санкт-Петербурга, у Анатолия Михайловича было много заслуженных наград, но главные награды это, конечно, люди, которым он помогал жить. А своим врачам он часто говорил так, идите в вузы, ищите талантливых молодых врачей, тех, кто придет на наше место, кто продолжит нашу работу. Он, конечно, верил в силу и будущее отечественной науки медицины. Просто как блестящий практик и человек, проживший длинную жизнь, он точно знал, что это будущее у нас есть. Максим Вахрушев расскажет об этом легендарном человеке подробнее. У нас вообще есть планы такие, только успеть надо. Нереализованные планы, может быть, и остались, но сказать о том, что Анатолий Михайлович Гранов что-то в своей жизни не успел. Наверное, ни у кого язык не повернется. И в первую очередь у его пациентов. Они все говорили, что мы вообще не понимаем, за счет чего ты живешь, потому что печени фактически уже нет. И за счет чего? И ты ходишь, так улыбаешься. А Гранов понял, и тогда в 2000-м успел спасти жизнь, казалось, безнадежно больному 19-летнему жителю Петербурга Сергею Козыреву. Донорскую петь, вы суночень доставили из Швеции. Заграничным врачам в считанные минуты сделали визу, а из аэропорта машину с контейнером сопровождали автоинспекторы с мигалками. Анатолий Михайлович в шутку периодически называл, мне говорят, что ты наша загадка природы. Теперь, кажется, неразрешимых загадок и задач для выпускника Донецкого медицинского института вообще не существовало. Особенно, когда смотришь на венец его научной и организационной деятельности Российский научный центр радиологии и хирургических технологий. Кто-то называет его просто Центр ядерной медицины. Что касается ядерной медицины, то Анатолий Михайлович, собственно говоря, и придумал этот термин, он сформулировал название этого направления, принципы его развития, и он основоположник этого направления. Анатолий Гранов начал работу в этих стенах еще в 80-м году. Тогда здесь был Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт Минздрава СССР. Директором стал в 93-м, когда заниматься медициной и уж тем более наукой было равносильно подвигу. Счастье наше, что некоторые достижения, которые были в институте к этому времени, могли быть использованы для того, чтобы институт мог зарабатывать. И он зарабатывал, и зарабатывал валюту, и за счет этой валюты институт выжил. За счет этой валюты был создан отдел реанимации и анестезиологии. Операционный блок усовершенствован. В основном это технологии, которые считались передовыми технологиями при лечении рака печени. Академик Гранов и передовые технологии – это без преувеличения синонимы. Он сумел первым в мире определить важность введения контрастного вещества в так называемую портальную вену, главную вену печени. И таким образом увидеть все то, что в ней происходит и в окружающих структурах. И это крайне важно для рака печени. И эту работу он опубликовал еще в далеком 66-м году. Медики по всему миру порой даже и не подозревают, что пользуются разработками российского ученого, как, впрочем, и их здоровые пациенты. На счету Анатолия Гранова 37 патентов, зарегистрированных в том числе и в США. Мы используем методику суперселективного катетеризации вот этого сосуда, который идет к опухоли, заполняем химией на масле. Вот таких несколько процедур позволили больной рак циррозом продлить и дождаться своей печени. А для этого потребовалось 8 месяцев. Вместо того, что я говорил, 2 месяца, когда они умирают. Таким образом, к примеру, дождалась своей новой печени Ольга Галенова. В практике Анатолия Гранова ее случай особенный. После пересадки донорского органа девушка без проблем родила двоих детей. На протяжении почти, скоро уже нам будет, 10 лет, он следит за моей судьбой, за судьбой моей семьи, моих детей, всячески помогает. Врачи такой подход к работе называют от молекулы до постели пациента. Как дела? Ну вот, все в порядке. Цирроза уже нет, уже хорошая печень. В случае Гранова до постели пациента от атома. Совместить в работе знания в области медицины и ядерной физики под силу только поистине большому уму. Я поражаюсь, насколько Анатолий Михайлович глубоко понимал природу вообще существа этой ядерной медицины. Ведь это не только технологии в готовом виде, это идеи, это их воплощение в техническом виде. Это огромные средства, это проблемы и безопасности. Именно при участии Анатолия Гранова создавалась уникальная в своем роде установка под названием циклотрон. По сути, комнатный ядерный реактор, который мгновенно и безошибочно указывает на злокачественное образование в организме человека. Включается циклотрон, разгоняются протоны до нужной энергии и по ионопроводу выводится пучок протонов на мишень, где происходит ядерная реакция с образованием второго-осемнадцатого. Сейчас у производителя циклотронов с заказами на покупку этих установок очередь из клиник со всего мира. А в центре радиологии таких агрегатов два, чтобы обеспечить всех нуждающихся. И вообще НИИ радиологии уже давно вышел за рамки своего первого советского названия. И кажется, уже выходит за пределы второго. В развитии мы думаем, что должна быть здесь вообще трансплантация органов, поскольку такая диагностика и такие методы, которые могут сегодня применяться на этой базе, должны быть плацдармом для дальнейшего развития медицины и в частности хирургии. Планируется развитие трансплантации клеточной. Если планируется, значит будет. У Анатолия Гранова по-другому и быть не могло. Теперь его замыслы придется воплощать ученикам и коллегам. Сейчас для сотрудников института это не только огромные потери, это понятно. Но сохранить все то, что сделано Анатолием Михайловичем, и развить это дело, это задача очень непростая. Трудностей здесь не бояться, ведь это НИИ и создавалось-то тогда, когда что-либо создать было, ой, как непросто, в далеком и бесконечно сложном 1918 году. И уже тогда это был новаторский, первый в мире институт рентгена и радиологии. Сам Вильгельм Рентген, узнав об этом, послал основателю НИИ Абраму Иоффе письмо, оригинал которого Анатолий Гранов бережно сохранил для последователей. Как величественно запланирован и осуществлен ваш институт. Я этим поражен и очень обрадован, что вам удалось в тяжелейших условиях привести к счастливому концу такое огромное предприятие. В следующем году, году столетия института, число пересадок печени здесь должны будут довести до 200. И на этом не остановятся. 10, 8, 5 лет назад мы выполняли единичные операции, то есть 1-2 в год. Это было, по сути, выглядело как подвиг. То сегодня это уже можно назвать относительно рутинной процедурой. А пациент Анатолия Гранова продолжит считать свои годы и не перестанут благодарить человека, подарившего им новую жизнь. Даже уже когда болел, он сидел в своем кабинете, принимал в том числе и нас, и больных, и с нашими вопросами. Поэтому, конечно, для нас это большинство. Субтитры создавал DimaTorzok